Друзья мои, всем огромный привет! Скоро 23 февраля и нужно приготовить мужское блюдо. А готовить я сегодня буду вот такую замечательную рульку и пару свиных ушей. А готовить я буду данную рульку и уши в темном пиве. Пиво сам готовил, называется заборное-подзаборное, ссылочку оставлю в описании, как я его варил. Давайте теперь пробежимся по ингредиентам и приступаем к готовке. Для приготовления данного блюда потребуется рулька, средняя луковица, средняя морковка, 2 свиных уха, 6 столовых ложек соевого соуса, 1 столовая ложка горчицы, 2 лавровых листа, 1 столовая ложка соли, несколько зубчиков чеснока, 1 чайная ложка паприки, 2 чайные ложки смесь барбекю и 1 столовая ложка меда. Ну и литр-полтора темного пива. Пиво можете взять покупное, любое, самое дешевое, темное, и приготовить данное блюдо. Первым делом нужно нарезать на дольки наш чеснок, чтобы потом можно было нашликовать нашу рульку. Чесночок мы нарезали, теперь остается нашпиговать данную рульку этим чесноком. Делаем прорезь и вставляем туда чеснок. И так будем почаще желательно. Все, готово, ребята. Теперь отправляем в мультиварку, заливаем пивом, добавляем соль, специи и варим полтора часа. Друзья, буду готовить мультиварки. Данное блюдо можно готовить в кастрюле, в казане, в алкан-казане, в любой емкости, как говорится, в чем вы варите. Что есть, в том готовьте. У меня есть мультиварка, кстати, я буду готовить. Отправляем в нашу рульку мультиварку, в чашу. Туда отправляем два уха. Лук, чистить не буду, прям так положу. Морковку. Два лаврового херчика. Столовая ложка соли. Ну и зальем все это пивом. Ух, елки-палки. Натрес. И не охладил, как говорится. Аромат прошел пива, это просто божественный. Приготовил специально для этого стаканчик, попробуйте. Последний полторачек осталось, надо еще варить. Ваше здоровье, ребята. О, хмелевой вкус вот такой. И заливаем все пивом. Готово. Отправляем нашу рульку и уши в мультиварку. Закрываем. И ставим на полтора часа натушение. Все, ребята, встретимся через полтора часа. Ну а пока наша рулька закипает, подготовим соус для обмазки в дальнейшем. Отправляем все специи. Горчицу. Все хорошенько перемешиваем. Ребята, я добавил туда в соевый соус столовую ложку растительного масла. Ароматы пошли сразу, как и уууу. И пока рулька наша будет полтора часа вариться, специи поделитесь со всеми ароматами и будет уже прям очень вкусно. Обмазка наша напитается пряным вкусом. Все, друзья, встретимся попозже. Друзья, у нас произошла авария, а именно сломалась мультиварка, табло потухло, и не работает, как говорится. Она горит сильно, а цифры не видно. Ну, ну, ладно. Переложили все наши ингредиенты пиво, рульку, уши, лаврушка, морковка и лук в кроварку. Как я и говорил вам, что без разницы все готовится, так что будем готовить кроварку. Оп. Все. Клапан так же проверяем и отправляем на плату. Включаем газ и нагреваем нашу скороварку до того момента, когда пойдет отсюда пар и сделаем потише газ и, соответственно, будем тогда варить час. Все. У меня тут уже варится авган-казан, тоже рульечка. Другой ролик увидите на канале. Все. Даем закипеть и варим один час, как я уже и сказал. Вот мне нравятся тефалевские скороварки, как они... у них этот... работает клапан. Вот это вообще... Ну вот, друзья, рулька сварилась. сварилась. Даже немножко можно сказать, что ее переварил. На минут на 10 надо было на минут 40 варить в этой скороварке. Ну, ничего страшного. Смотрите. Два уха отдельно на противень. Рульку отдельно вливаем на дно бульон. Получается, ну, пускай даже будет 200 грамм бульона, в чем она варилась. И приступаем к обмазке данной рульки нашим соусом. Вот так хорошо делаем. то же самое сделаем с рульной машиной. Это тоже гулемочка налет. И теперь отправляем это все в духовку. Возогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Вот так вот поставили рульку и уши. Температура 180-190 градусов на 40 минут. Пришло время через 20 минут еще разочек смазать нашу рульку. Она уже поджарилась. косточку побольше на льнем посочнее не была. И так же смажем еще раз уши. и отправляем еще на 15 минут в духовку до готовности. Далее достаем и будем дегустировать. Ну вот рулька наша готова. Давайте попробуем разрезать и посмотреть что там у нас внутри. Косточка прям отошла. Сами видите. готово. Ребята, полную дегустацию данного блюда смотрите на моем втором канале пьем и закусываем. Ссылку оставлю в описании под видео. Заходите, подписывайтесь. Теперь вся дегустация будет на том канале. Всем пока. Друзья мои, всем огромный привет. Настал следующий вечер, когда я делал данную рульку. Дегустация была теплой, было очень вкусно. Ну, сейчас попробовал холодную, это просто шедевр. Давайте я вам вблизи покажу на разрезе, какая она получается и продегустируем уже холодную. И осталось ушко такое. Это тоже очень вкусно. Все, ребята, режем. Приступаем к нарезке рульки. чесночок. Смотрите, какая красота. Все, ребята, дегустация. А вот ушко. вот данное блюдо это только идет к пиву. Это 100%. Смотрите, какая. Ммм. Данное блюдо нужно обязательно к пенному. А пена у нас сегодня жигулевское, которое варил именно я. Ссылочку на варку оставлю в описании. Так что будем дегустировать вот это дело. Первым делом ухо дегустируем. Ты просто вот когда оно было горячее, оно было такое более мягкое, можно сказать. Сейчас застыло. просто и руль тоже подзастыло. Смотрите, какие куски получаются. Вот это именно пивная закуска. Можно и под более крепкие напитки. Вкус такой солоновато-сладенький. И кисло-сладкий. Вообще рулька тоже получилась очень вкусная. В меру соленая, в меру сладкая, в меру кисленькая. Получил вау. Лучше это вообще по шедевру. Вот такая тема. Ребята, поздравляю вас с наступающим 23 февраля и 8 марта. Возможно, видео выйдет чуть-чуть попозже, но с праздником вас, ребята. Всем удачи и добра. Я с вами прощаюсь. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.